Статус памятника природы совсем не означает, что территория недоступна для туристов. Скорее наоборот, эти места просто созданы для того, чтобы ими любоваться. К таким как раз и относится Рубское озеро. Приезжайте, отдыхайте, но не забывайте о правилах, которые действуют в пределах особо охраняемой природной территории. Нельзя, например, разводить костры, разбивать палаточный лагерь в 50 метрах от линии воды, рубить деревья, пользоваться моторной лодкой и оставлять после себя мусор. Мы очень дисциплинированные отдыхающие, приезжаем сюда регулярно, в отпуске, вон ребенок любит. Но сегодня холодно, не поплаваешь. Сотрудники полиции, представители органов исполнительной власти и журналисты с большой ревизией приехали на Рубское озеро в пятницу днем. Отдыхающим раздали памятки о том, как правильно вести себя на охраняемой территории. За несоблюдение правил можно получить штраф от 3 до 6 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрено гораздо больше, от 300 тысяч рублей. Одно из грубейших и наиболее распространенных нарушений – стоянка автомобиля на расстоянии менее 50 метров от уреза воды. Было выявлено только одно нарушение – это нахождение транспортного средства автомобиля легкового в границах 50-метровой зоны. Водителя мы не нашли, но номер зафиксирован, нахождение автомобиля было зафиксировано. Соответствующие документы были составлены и в ближайшее время водителя вызовут. Его уже дает административная ответственность. В прошлом году приказом Комитета по лесному хозяйству несколько участков, прилегающих к озеру, были переданы в бессрочное пользование Тейковской лесотехшколе. Последние теперь занимаются содержанием территории – рубкой поврежденных деревьев. Арендатор, в свою очередь, взял на подряд еще одну организацию. Именно ее представители собирают деньги за стоянку. Сумма немаленькая – 250 рублей в сутки. Договор, который заключен с данной фирмой, договору это не противоречит. С другой стороны, хотелось бы отметить, здесь достаточно сложно поддерживать порядок, чистоту, вывозку мусора. Это все затратно, необходимо не пропускать автомобиль к урезу воды. Это все требует людей, людских затрат, средств, соответственно. Насколько законно собирать деньги за отсутствующую стоянку в лесу – вопрос открытый. Арендатор уверяет, что средства идут на вывоз мусора, плюс только таким способом можно ограничить проезд к береговой линии. А то, что за услугу не дают ни квитанции, ни чеков – это обещают исправить. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.